Микс Ньюс Здравствуйте! Сегодня вторник, традиционный день добрых дел на Радио Болтком. В эфире «Зелёная лампа» – программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдеевич. Здравствуйте! Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. У нас сегодня гости, которые сделают нашу программу удивительной и прекрасной. Это актриса и режиссёр Латвийского театра «Песочной анимации» Татьяна Гавриленко. Здравствуйте! Добрый день! И актёр, всем хорошо известный, актёр Рижского театра русской драмы имени Михаила Чехова – Максим Бусил. Добрый день! Вот уже началось. И нам очень приятно, что наши гости – они друзья нашей программы. Они поддерживают наши различные идеи, инициативы, мероприятия. И уже были гостями нашей программы. В общем, мы вас считаем нашими друзьями. И сами с идеями приходят, и что-то происходит вокруг них постоянно. То есть это люди, делающие свою жизнь и делающие жизнь окружающих немножко ярче. Ах, ну спасибо, Риза. Да, да, да. Это, значит, правда говорить легко и приятно. Все покраснели, да? Да. Да. А помогает наша программа сегодня маленькому мальчику, шестилетнему. Его зовут Маркус. Маркус Берзенч. Мы были в гостях у семьи Маркуса. Он живет с мамой и старшей сестричкой далеко от Риги в Валмирском районе, в поселке Зилайскаунс. Такое знаменитое довольно-таки место. Мальчик живет на Синей горе. На Синей горе, да. На том самом месте, где жила знаменитая Марта с Синей горы. Они с мамой переехали туда не так давно. И мы уже потом после того, как встретились, ехали домой и думали, считается это святое место, место силы, там очень какая-то сильная энергия. А мама это даже в голову не берет, она не знала. Просто от старенькой бабушки досталась там маленькая квартирка в таком очень простеньком-простеньком домике. И вот на этой Синей горе, на улице Культуры они живут. На улице Культуры три или четыре домика. Маленький такой дворец культуры стоит. И вот в общем-то в этом заключается жизнь этой женщины. Она одна с двумя детками. Суть не в этом, что они живут на улице Культуры в поселке, а суть в том, что маленький Маркус, ему 6 лет, и он с рождения болен детским церебральным параличом. Опять-таки, как 90% случаев бывает, это в наших программах, в наших историях, по вине врачей получил родовую травму. Это там долго рассказывать, но мама очень долго, несколько месяцев, 4 месяца лежала с ним в больнице. И потом врачи сказали, что прогнозы самые плохие, что он не будет ходить, он не будет говорить, ничего вообще не будет происходить. Но нашлись другие врачи, которые сказали, никому не верь, давай делай, делай это, 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 это. Ну что она может? Она одна с двумя детьми, но она взялась. И материнская любовь, она чудеса делает, конечно. Конечно. И Маркус в своей маленькой жизни, в свои 6 лет, он сделал первые шаги только в феврале этого года. Первые шаги. И это случилось после того, как он прошел курс специальной реабилитации в центре ПОГа. И когда вот он сделал эти несколько шагов на носочках, мама расплакалась, и все врачи плакали, медики, которые занимались с ним. И, в принципе, надо продолжать еще несколько курсов, и все уверены, что он будет ходить сам. И он уже пробует, пытается, он не может сидеть. Он такой болтун-говорун, такой чудесный мальчишка абсолютно. Вот как Оля сказала, он похож одновременно на маленького принца и на сказочного гномика. Да, потому что было прохладно, мы во дворе на детской площадке с ним беседовали, и он был в шапочке. А под шапочкой у него такие белые-белые кудряшки. Совершенно замечательный ребенок. Вы знаете, и вот как-то так сложилось, что мы были 4 мая у нее в гостях. И в Алмирском районе, и в Алмире у нас были две семьи, двое деток, которым нужна помощь. Мамам было удобно, это выходной день, 4 мая, что будут все дома, чтобы рассказать, чтобы мы сделали фотографии, послушали эту их историю. Вот потом мы подумали, что хорошо было бы, если бы большие и маленькие праздники государственные, наши бы чиновники, депутаты, люди, от которых что-то зависит в этой стране. Вот так же, как мы просто садились в машину и уехали навестить вот таких деток, которым нужна помощь. Они посмотрели, как они живут, особенно в районах. Чтобы они послушали эту жизненную историю, чтобы они открыли для себя, вот чем государство, в общем-то, помогает и поддерживает. Насколько это крошечная вообще часть от того, что, в общем-то, нужно дать этим деткам, чтобы они действительно могли потом как-то встроиться в эту непростую жизнь. Вот так вздохнули, написали статью про Маркуса, опубликовали ее. Ее можно прочитать на сайте Mix News LV. И вот просим вашей поддержки, как всегда, наш телефон всю неделю будет работать для этого малыша. 9-3-0-6-3-8-3, это евро-42 за звоночек. А собрать для Маркуса нужно 4 767 евро. Это на год. Ну вот а сейчас, да, мы надолго отвлеклись на нашего героя маленького, а сейчас возвращаемся к нашим гостям. И они у нас не просто так, мы всегда их рады видеть, но сейчас еще есть и повод. То есть 15 июня в Дзинтере, в концертном зале Дзинтере, состоится, ну, скажем, сразу такое знаменательное событие. То есть это состоится спектакль «Маленький принц», который поставлен Татьяной по сказке Антуана Сент-Экзупери, всем хорошо знакомый, с тем же самым названием, с аналогичным «Маленький принц». И это будет представление песочной анимации с музыкой, очень красивая, сейчас они нам расскажут, с рассказчиком, с героем, с Максимом Буселом, главной роли, да. В общем, скажите, почему вы взялись за эту тему? Ну, эта тема пришла, она как-то сама собой. Где хочет «Маленький принц» там. Да, да, мне кажется, такие вещи, они приходят, ну, не просто так, какие-то темы. Когда мы сделали первый спектакль «Станик», он был больше для взрослых, да, это не детская тема, но в зрительном зале были дети, и после их родители нам писали, насколько детям понравилось, насколько кто-то куда-то после пошел заниматься, что ребенок у меня вообще не любит классическую музыку, а в этот момент сидел и слушал, и вообще не отвлекался, и теперь мы ходим на классические концерты. А давайте вот уточним для зрителей, о чем идет речь. «Титаник» – это было ваше первое творческое сотрудничество? Да. Это был красивый спектакль с песочной анимацией и… А, актерская роль, да. В роли Декаприо, да. В роли Джека. Декаприо – это что-то круче, действительно, был Максим Бусел. Ну да, вот мы как-то… Это была первая встреча творческая с Татьяной, когда они с Никитой пригласили меня принять участие в их театре песочной анимации, и вот было в Splendid Palace, мы очень долго готовились с Татьяной, уже за четыре месяца, нет, мы начали репетировать. Да, где-то за четыре месяца, да, начали репетиться. Потому что Татьяна там была не только в роли художника песком, а также она была Розой, образа Розой. В роли Кейт Уинслетт, это была Татьяна. Это Роза, у нас, кстати, везде Роза, да, Марка Бридзе-Роза. Да, да, да. И она была в образе той самой Розы, и те самые моменты, когда они встречаются, влюбляются, как они испытывают эту страсть, любовь, ну и, конечно, разлука, которую мы все знаем, там произошла трагичным образом. Вот это мы все воплотили в хореографии с Татьяной. В хореографии, ну и актерским мастерством, потому что, конечно, это… Ну, пластическим способом выражения, скажем так. И да, так что я, скажем так, там помогал Тане, потому что все там рулила Татьяна за столом кусочным, потом и танцевала, и все-все вместе делала она. Но Максим сейчас неправ. Нет, неправ, потому что у нас же был перед этим спектакль «Титаник», который был без Максима. Да, точно, год назад. И после него мы поняли, что не хватило нам чего-то, да. Актер, актерского участия. Не хватило пощупать зрителей и, как сказать, додавить эмоцию, да, какую-то, ну что ли, то есть, ну, не до… Ну, взаимодействия, так, какого-то большего. Взаимодействия и с моей стороны, да, и со стороны музыкальной. Ну, в общем, и родители сказали, что хорошо было бы сделать что-то такое же эмоциональное для детей спектакля. Да, да. И вы думали-думали и выбрали… Думали, ну, думали-думали и выбрали «Маленького принца». Мы с ним просто… Первый вообще спектакль «Маленького принца» у нас был в Лондоне, вот. Там прошло два спектакля, после которого мы увидели, насколько хороша реагирует тема и дети, и также их родители, да, которые сидели, мне кажется, плакали больше, чем у нас на Титарике. Да, да. Вот, и подходили после, какие-то были приятные такие высказывания, после очень много хороших эмоций мы испытали, и, конечно, здесь… У нас всё такое мировое турное получается, с Лондона начинается, потом и по Латвии поедет, потом ещё куда-то. Ну, мы надеемся, мы надеемся, что мы ещё поедем в Украину обязательно, в мой родной город, мы надеемся, что мы поедем в Киев, ну, во всяком случае, мы уже планируем, да, но 15-го числа в Дзинтере, да, это будет премьера «Маленького принца» здесь, в Латвии, песочного спектакля с музыкой Сифонеты Риги, да, это будут латышские композиторы. Мы специально это так вот немножко подгадали, да, «Клатвия-100», чтобы было интересно людям, вот, Экзюпери и наши композиторы. То есть это будут настоящие живые музыканты с инструментами вживую? Вживая музыка, под неё будут песочные рисунки, и параллельно ещё будет чтец, да, он же актёр. Тоже живой? Да, тоже живой, настоящий. За всех, один за всех. Максим Бусин. Давайте вот сейчас мы потом продолжим ещё подробности у вас, новоспрашиваем, но мы конкурс обещали, да, мы там понаписали, в анонсах будет конкурс, вот давайте мы его объявим. Вы, дорогие радиослушатели, вы можете нам звонить в прямой эфир и отвечать на такой очень важный для нас вопрос. За что вы любите «Маленького принца», чем вам нравится эта сказка? Вы можете там очень сформулировать, когда вы впервые её прочитали и чем она вас поразила. Вот вы дозваниваетесь, а приз – два билета на это замечательное песочное шоу, на спектакль, да, который состоится 15 июня. И уточним, что это будет в закрытом концертном зале, в «Малом концертном зале». Да, в «Малый концертный зал», новое прекрасное помещение. Дайте мне телефоны прямого эфира сказать, это важно. Значит, звоните нам с ответом на вопрос, почему вы любите «Маленького принца», по номерам 672-12-939 и 672-13-939. Мы будем ещё повторять. Вот, постарайтесь дозвониться. Билеты вас ждут. И ещё мы должны обязательно сейчас радиослушателям рассказать, почему мы так подробно остановились на этом спектакле. Потому что создатели объявили акцию. Если вы будете покупать билет на сайте Билешу Сервис, вот вы, когда выбираете мероприятие, туда кликаете, вас перекидывают на страничку «Купить билет», и там выскакивает табличка «Промокод». Если при покупке билета вы заводите промокод SAVE, то эти деньги пойдут в помощь Жене Икерте. Ей 29 лет, она рижанка, мама четырёхлетнего мальчика. И вот Татьяна решила, что часть выручки от вот этого мероприятия пойдёт на благотворительность. Вот расскажите, почему вот вы решили так сделать? Был очень расстроганно, честно говоря, просто раздался звонок, сказали, мы хотим помочь. Вот придумали эту акцию. Ну, тут, опять-таки, как и в сказке «Маленького принца», ничего не происходит просто так. Так, в Фейсбуке, да, мы увидели в вашей ленте, да, что есть вот девушка, у неё есть ребёнок, и, ну, не знаю, наверное, потому что я тоже девушка, наверное, потому что у меня есть ребёнок, и, наверное, потому что я понимаю, как, наверное, это безумно сложно, и в этой ситуации осталась самостоятельно, да, и очень большая сумма, действительно. И девушка очень симпатичная, прочитала её историю, насколько она деятельна, насколько всего она успела в своей жизни сделать и пронести. И я зашла в комнату к мужу и сказала, что ты видел историю женщины? Он даже не спросил её имя, он сказал, видел. Я говорю, ну, давай подумаем, чем мы можем помочь. И вот мы придумали такую вот акцию, да, потому что мы в этот день позвонили на вот эти все горячие линии. Ну, это как бы минимум, что мы могли сделать, да, но придумали, что почему нет, да, это будет, я думаю, что это хорошо людям, да, они придут на красивые мероприятия, смогут посвятить этому свой вечер, «Маленький принц», время для раздумий. Тема как раз подходящая. Тема как раз подходящая, но и хорошо помогут Жене. По промокоду SAVE, покупая билет на «Маленького принца», вы знаете, что эти деньги пойдут в помощь Жене Икерте, которая борется сейчас с тяжелой болезнью. Мы, кстати, рассказали по вашей акции, она была очень растрогана, она сейчас отправилась в Санкт-Петербург, там ей дополнительное обследование сделают, вот, может быть, уже вернулась или вот-вот должна вернуться, и тогда будет ясно, какая стадия. Ну, собрано сейчас уже 34,5 тысячи из 50, так что вот. Ну, это очень приятно, да. Уже реально, это уже реально. Вот, это все хорошо. Напоминаем, телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939, это для того, чтобы вы могли позвонить и ответить на вопрос, за что вы любите сказку «Маленький принц» и выиграть, возможно, выиграть два билета на спектакль. А к вам вот этот вопрос, за что вы сами любите эту сказку? Можно конкретно, Максим? Ой, да, сказка, ну да. Сейчас выиграешь два билета. Да, сейчас выиграю, да, пойду на концерт, все-таки. И, ну, меня эта сказка преследует уже со школьных времен, хотя, откровенно говоря, первый раз, когда я прочитал ее в начальной школе еще где-то, я ее не понял, скажу откровенно и честно. Я так думаю, «Маленький принц», ну, как-то, ну, ничего не понятно мне было. Ну, и как бы неудивительно, потому что она достаточно глубока, чтобы что-то в ней, может быть, понять в четвертом классе. И потом, да, я вот, мне дарили книжку «Маленький принц» не раз. Вот, в самом деле, у меня есть в разных переплетах, в разных печатях, и я уже в более взрелом возрасте прочитал ее не раз и перечитывал. И так получалось по жизни, что даже вот, даже вот, даже далеко не ходя вот к Татьяне с Никитой, они просто, когда мы познакомились, глядя на меня, как они сказали, что у них возникла идея об этом «Маленьком принце». И мне, конечно, это льстит и приятно, потому что я люблю эту сказку за ее мудрость, за ее свет. И все время меня там есть люди, которые меня ассоциируют с ним. Даже на курсе актерском мы когда учились, я только поступил, и, ну, я был слишком растроган на свой день рождения. У нас такая традиция, мы друг друга поздравляем с днем рождения всегда. И меня поздравили как «Маленького принца», то есть они разыграли вокруг меня эту сказку, что там у меня в кармане там бумажка была, на которой был нарисован барашек, там Яна Лисова была розой, Яна Харбста была лисом, и наоборот, да. И все, то есть, прям, эта сказка, она действительно преследует, но я счастлив, что такая сказка меня преследует. И я не знаю, как можно не любить этот материал, в котором столько мудрости, столько света и доступного света, потому что сегодня цвет, он не всегда доступен, а это та сказка. Я вот даже, вот просто, просто она есть, и это уже прекрасно. И просто я не знаю даже причин, почему ее можно не любить, потому что я не могу объяснить, почему я ее люблю, потому что я ее просто люблю. Это настольная книжка у меня. Ну, напоминает нам о самом главном. Зорко одно лишь сердце, и самое главное словами не выразишь. Да, да. Татьяна. Ну, это тоже одна из настольных книг дома, да, не потому что я ее часто читаю, а, наверное, потому что в каких-то случаях я ее передаю своим друзьям, либо вот какое-то прям предложение пишу. У меня очень часто было, я вообще очень люблю давать книги, брать, обмениваться. И вот «Маленький принц» – одна из тех книг, когда я давала, дарила людям, и она что-то меняла в их жизни, в какой-то момент помогала. Поэтому она для меня вот, ну, как вот есть несколько таких книг, есть люди любят книг по бизнесу, а я считаю, что «Маленький принц» – это вообще такое и вдохновение, и сколько там различных тем поднято, даже и по саморазвитию, и по бизнесу, и по духовному развитию, и по семейным традициям, да, и по личным. И что касается любви, вот, мне кажется, любому человеку дай, и если все-таки он не совсем глуп, он найдет что-то, и эта книга ему поможет. Я время от времени сама сажусь, и вот, ну, листаю, у меня иллюстрация, кстати, не экзюпери в книжке, да, другой художницы, тоже достаточно абстрактно, очень интересная. И я почему-то в них вот расслабляюсь хорошо, мне помогает. А фраза есть любимая своя какая-то, которая помогает? Нет, я вот все читаю. Знаете, вы очень хорошо сказали, что это книга, которая вот конкретно может что-то изменить в какой-то момент. И вот мы говорим об этой книге, и сейчас, если вы слышите нас, вы слушаете нашу программу, то мы вместе с вами можем конкретно изменить жизнь маленького мальчика Маркуса Берзинша, который живет в маленьком провинциальном городке с мамой и сестричкой. И понятно, что материальная ситуация в этой семье очень-очень такая несладкая, непростая. И мальчик, вот это чудесным образом, как мама нам рассказывала, что после этого усиленного курса реабилитации, она вот так вот его руками, ну, представьте, вот как вот вы дерево обхватываете, вот она его как бы подстраховывала, ей было очень страшно, она отпустила руки, и он на цыпочках сделал 15 шагов. И плакала мама, плакали эти физиотерапевты, плакал этот врач, который разрабатывал для него этот курс реабилитации. То есть он пошел в свои там 6 лет, встал на ножки и пошел. И ему нужно, конечно, эти интенсивные курсы хотя бы 2 раза в год повторять, и поэтому мы просим помощи на оплату вот этих курсов в Рижском реабилитационном центре ПОГО. Эти врачи ждут его, для него специально, очень скрупулезно разработана программа, и 9306383 просим вашего участия. Стоимость звонка евро 42 цента. Сейчас небольшой перерыв на новости, оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что в гостях у нас актриса и режиссер Татьяна Гавриленко. Она руководитель Латвийского театра «Песочной анимации» и актер наш замечательный, который уже несколько лет подряд признан лучшим молодым актером года Максим Бутсел. И говорим мы сегодня с ними. Они не просто так пришли, а с маленьким принцем в уме. И с идеей «Маленького принца», потому что 15 июня состоится спектакль в концертном зале «Дзинтери», на который мы вас всех просто очень настоятельно приглашаем прийти, посмотреть, потому что это будет очень здорово. Во-первых, «Маленький принц» – одна из самых известных сказок в мире. И одна из фраз экзупери «Все взрослые сначала были детьми», только мало кто из них об этом помнит. Это действительно так. То есть прийти и вспомнить себя ребёнком, да, Татьяна? Да, да, поэтому мы приглашаем не только детей, да, то есть это спектакль, который будет интересен не только деткам, да, он будет интересен и взрослым, и подросткам, и разному поколению, потому что каждый найдёт в нём себя. А вот вообще у нас в Латвии сейчас в кукольном театре есть «Маленький принц» с песочной анимацией в русском театре, полноценный драматический спектакль «Маленький принц». И, наверное, все родители, которые отвели детей на эти спектакли, им будет интересно и вашу версию детям показать. Интерпретацию, да. И мы напомним, что это очень хороший день. 15 июня – это как раз пятница, это детское время, хотелось бы сказать. Дневное время в концертном зале «Дзинтере». Приходите и при покупке билета на сайте Биллишу Сервис обратите внимание, когда выскочит таблица промокод, вы можете завести четыре буквы «SAVE» – «C-A-V-E». Да, «SAVE» как «спасти». Английское «SAVE». И эти деньги будут перечислены на счёт Рижанки Жени Икерты, мамы четырёхлетнего мальчика, которой наша программа помогала несколько недель назад. Так что, в общем-то, это будет такое очень доброе дело. Обратите внимание на это мероприятие, покупайте билеты, приходите, приводите детей. И я ещё хочу сказать, что я залезла на ваш сайт, вот Латвийского театра «Песочная анимация». Недавно он создан. Мы совсем недавно тогда сделали. Очень интересный, кстати, сайт. И нашла там рубрику, сразу там по рубрикам полазила, нашла рубрику «Стать волшебником». Меня очень заинтересовал. Думаю, ну-ка, ну-ка. Но там, оказывается, очень просто. То есть, если ты заходишь и покупаешь билет, и этот билет даришь кому-то, благотворительный билет, то есть ты его покупаешь, а даришь детскому дому или кому-то из подшипных зелёной лампы, или ещё там людям, которые сами не могут себе купить. Вот ты становишься волшебником. Ты просто делаешь этот подарок. Очень, кстати, с идеей «Маленького принца» всё это сочетается. Ну, это вообще, да, само песочное искусство. Я, на мой взгляд, это волшебство, потому что я как-то уже рассказывала Рите, что я до этого не рисовала в принципе, да. И, на мой взгляд, то, что произошло после песка в моей жизни, это такое некое волшебство. Поэтому появилась идея «Стань волшебником», да, то, что вообще каждый может творить волшебство, и если это волшебство ещё имеет благотворительные побуждения, это вообще замечательно. Аня, а как это вот происходит? Давайте вот для тех, кто никогда не был на ваших спектаклях, чуть-чуть поясним. Вот вы рисуете песком, и всё это появляется на большом экране. И в этот момент выходит Максим, да? Ну, Максим уже, я думаю, что первый, да, появится на сцене. Его задача как актёра, как рассказчика, да, потому что он будет передавать всех персонажей. А вот да, мы хотели спросить. То есть и принц маленький, и лётчик, и лис, и роза. И роза. И роза, да. И роза, и лиса. И змейка. Это так интересно, как он всех пытается фразировать, как он ищет. Мы ещё ищем, да, мы с Татьяной всё время встречаемся, да, ищем как бы, ну, ищем интонацию, тональность, настроение, ритм у каждого свой. И, ну да, есть которые, как я шучу, у меня змей, получается, лучше всего. Да, да. И, да, ну и как бы, чтобы это было действительно интересно, чтобы, ну, грубо говоря, я в первую очередь даже, может быть, скажем так, если можно выразиться, голос. То есть даже не столь важно, там, чтобы меня разглядели на сцене, а чтобы, потому что, да, вот будет видно. Визуализация больше картинами, да. Да, да. Будет музыка, которая, живая музыка, и Татьяна будет визуализировать всю сказку песком, и это очень, мне кажется, действительно подходит в данном случае. Ну, это сказочно. Потому что и действие происходит в пустыне, да? Да, да. Все максимально так перекликается, да. А моя задача максимально, да, вот донести, рассказать и передать характер, настроение. Почему она такая, почему он такой? Почему они встретились и зачем и для чего? Поэтому. А вот фраза такая, там есть в этой сказке, знаешь, от чего хороша пустыня? Потому что где-то в ней скрываются родники. То есть... Ну, да. Да. Ну, да, у нас будут, но мы вот все наши родники, мы пока будем скрывать от вас. Родники у вас внутри в душе. Да, потому что они будут, мы будем вас удивлять. Да, одним из удивительных, кстати, моментов будет то, что спектакль будет с интерактивом, да, для зрителя. И зритель перед нашим, как говорится, спектаклем, за час до него, придя, сможет с помощью мобильного телефона проголосовать и повлиять на финал сказки. Как это? Так, это потому что, когда мы делали спектакль в Лондоне, у нас очень много детей, которые расстроились в конце и плакали. Они не хотели, чтобы змея кусала маленького принца. И после спектакля я еще минут сорок рассказывала детям, что на самом деле маленький принц отправился к Розе, и он с ней, и у него все хорошо. Ну, и мы решили, что почему нет, во-первых, мы таким образом хотим осовременить сказку, да, и призвать современное поколение, да, что им будет этот момент интересен. Ну, и повлиять, а почему нет, да, у нас будет несколько вариантов финала, да, они между собой будут схожи, да, но несколько вариантов финала, о котором мы узнаем прямо перед выходом на сцену, благодаря нашему зрителю. Савторы. Зрители-савторы Экзупери, получается, да. Ну, то есть, и зрители смогут умножить добро, повернуть судьбу. События, да, 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 да. Вот, поэтому приглашаем вас повлиять на то событие маленького принца. Слушайте, а вот интересный факт, наверное, ну, все знают, что Экзупери, Экзупери был летчиком, не только писателем, но и летчиком, да, и он очень просто рвался всегда в небо и к самолету, и он несколько раз в его жизни были очень тяжелые аварии. Когда он падал и разбивался с этим самолетом, и все время он оставался жив. И вот один из эпизодов просто потрясающий, что он упал в пустыне, и вот с этим, вот реально та история, которая у него описана не только в «Маленьком принце», но и в «Земле людей», по-моему, еще, да. Вот, и он реально там провел какое-то долгое время один, и на грани гибели, то есть с этим разрушенным самолетом, и случилось чудо, случилось чудо его жизни, проходящий мимо бедуины, его увидели и спасли. И случилось это, что меня потрясло на Новый год. Это было как раз вот в ночь с 31 января, да, представляете? А потом вот у него, конечно, вот у него такие истории происходили в жизни, что они отражались в книгах. Очень удивительно, как в одном человеке совмещались такие две профессии, да, одна безумно творческая, это писателем, да, другая авиатором. А небо, да. Но обе романтические. Но все равно для меня это оно, как я всегда, например, была творческой личностью, мне сложно, да, каких-то, ну, не знаю, хотя бы. Инженерно-технические вещи. Да, да, да. В то же время эту же сказку «Маленький принц» это была одна из своих именно последних работ, и незадолго до смерти, то есть когда он уже приобрел этот жизненный опыт. Потому что бывает так в жизни, что ты становишься кем-то за счет этого опыта приобретенного, поэтому, может, все неспроста, так и получилось. Хотя я в детстве очень хотела стать военным, и хотела пойти после девятого класса в военный лицей, вот, ну, как-то так отошло это от меня. Почему-то мне вот очень хотелось. Так что никогда не говори никогда, еще неизвестно, как наша жизнь поворачивает. Татьяна, вы сама себя называете, вот у вас профессия, у нее есть, конечно, там квалификационное какое-то там название в дипломе, мастер праздника, в принципе. Я знаю, я впервые такая слышу. Мастер праздника. А почему вот вы выбрали эту профессию, вот режиссер таких? Да, ну, вообще профессия у меня звучит, да, режиссер эстрады и массовых праздников. То есть это не театральные режиссеры, как у Максима, классическая. Человек, который может создать праздник. Да, и поэтому, ну, как, почему? Потому что это было с детства. Я собирала всех детей во дворах, садила, объявляла, что у нас будет праздник, продавала билеты. Местные дедушки, бабушки приходили. Я помню, что был у нас такой один дед в эвцеломенной шляпе, он всегда покупал нам много конфет и помимо еще давал деньги. Я всегда старалась какие-то конкурсы красоты, мисс улица, мисс дом, какой-нибудь конкурс талантов среди всех своих друзей. Ну, а потом вообще первое такое творчество произошло, я поехала в лагерь детский, родители меня туда вытолкнули, но я там себя нашла, потому что я оттуда не хотела уезжать, потому что каждый день там праздник, и я могла его делать. Вот, поэтому в выборе профессии у меня даже не стоял вопрос. Абсолютно, никакой. А Максим у нас тоже человек, человек праздник, человек оркестр. Кстати, я в детстве хотел стать магом, что интересно. Поэтому этот тандем так удачно и совпало. В чем-то стал магом, но хотел бы, воображал в детстве, как я в этой челме, в цирке так взлетаю, левитирую, и мне фантазии были интересные. Ну, да, профессия творческая в результате все равно магическая. Магическая абсолютно. Абсолютно. А какие достижения у нас на глазах, да, происходят? Да. Вроде бы, да. Удивительные порой для... Максим, вот, наверное, одна из таких самых ярких ролей, которая запомнилась зрителям в последний период, это легенда о пианисте. Вот мы как раз говорили, что это такой тандем с Улдасом Рахилевичем. Он тоже был гостем нашей программы «Зеленая лампа». «Зеленая лампа» нам помогал. И вот вы говорите, что там есть финальный монолог героя, и что когда вы его произносите, разбираете, вы начали примерно понимать, что важно в жизни, а что нет. То есть вот поделитесь мыслями. Вот что для вас этот спектакль? Ну да, потому что самое главное Как бы именно драматическую Всю самую основу драматическую Для меня несет финал, который сложен Как бы со всех точек зрения Даже признаться, когда мы ставили спектакль Я вплоть до премьеры До конца не мог понять этот монолог Который произносит сам 1900-й Который согласился с тем, что он Мирно уходит из жизни Потому что Проспойли, может быть, конец уже Рассказал, но по сюжету, по смыслу Чем он важен Для меня важно донести до зрителя Ту мысль, что Когда ты Предаешь самого себя, либо предаешь То дело, для которого ты рожден, предназначен И ты, если уже в ходе жизни, ты понимаешь Что вот это моя цель Вот это я люблю И если я люблю, я буду хотеть только так Как было для этого 1900-го Для него была магия, та самая магия В том, что он мог вливать свое счастье Через клавиатуру рояля Которая не была бесконечной, потому что бесконечность Это ничто И бесконечность была в музыке, которую он мог Извлекать для людей И когда это отбирают И ты понимаешь, другой возможности существовать больше не будет И именно существовать будет, а не жизнь То этот человек Он не может без искусства И он без этого, он не может И тогда он лучше уйдет из жизни Чем согласиться на что-нибудь Просто так И вот в этом такая смелость И в то же время парадокс Как вне правды Вне истины Невозможно вообще говорить о жизни Либо о любви И вот это сложно донести Потому что это сложно тем, что напрямую Я не говорю об этом, вот как сейчас А вот максимально через его линию жизни И то, чем он живет Мне кажется, это очень все понятно Что я была недавно на спектакле Да, Татьяна была на последнем На спектакле И Но для меня вообще Я была в диком восторге Конечно, музыка, все Но Во мне поднялись такие темы Которые, наверное, не поднимались Где-то в глубине души Очень давно И я Максиму писала после Да, вот во время спектакля Мне где-то вот хотелось прям умыться Да, потому что меня настолько переполняли эмоции Что мне было одновременно и хорошо Потом снова плохо Потом снова хорошо И я вспоминала отца Я вспоминала какие-то жизненные моменты Чего я хотела Чего мне вообще нужно от жизни Для кого я это делаю Почему Ну, то есть я считаю, что это спектакль И Максим доносит Вот делает эту магию с этими людьми Потому что Я верю на равнодушным не ушел никто И магия произошла не только с Максимом Как Максим говорит Нет ничего невозможного Да, любимая фраза Как когда-то сказал Да, это правда Это правда Главное Хотел стать магом Да Получай Другая только интерпретация Мы ждем вашего спектакля Правда, ждем С удовольствием придем посмотреть На маленького принца 15 июня Мы много раз повторяем сейчас это Потому что хотим, чтобы Вот эта информация нашла до Ну, вы знаете, и вообще в последний Вот период Это вот форма такой, как моноспектакль На основе маленького принца Очень, ну, востребован Потому что там действительно Там просто можно вот выйти И читать эти слова, да И люди будут сидеть, как вы сказали Думать, пропускать через себя И вот из таких звездных последних Очень интересно Безруков Представляет маленького принца И Хабенский То есть есть вот два спектакля В этом смысле, Максим, очень интересно Посмотреть, как у тебя Ну да, после безруковой Кабенского Нет, у тебя будет другой маленький принц У них свой И каждый раз это вот какой-то синтез Каких-то видео, музыкальных вещей У нас вообще большой синтез происходит Потому что Синергия Да, есть музыка симфонеты Риги Есть Максима И его мышление Его энергетика Такая вот классическая Красивая Он очень точен в том, чего он хочет Детально И, например, моя совершенно другая Больше, потому что я там изучала шоу Режиссуру И немножко я по-другому Я вижу как бы все картинками И чуть по-другому Поэтому вот все лучшее, что мы могли взять Там от симфонеты Риги От Максима От меня Соединили Я думаю, что Стараемся, да Да, в маленьком принце Получится такой вот прекрасный синтез Интерпретация А мы вам напоминаем Что мы помогаем маленькому мальчику Который, кстати, чем-то немножко похож на маленького принца И там в этом поселке Зила-Исканс На этой синей горе У него тоже такой вот свой маленький мир Маленькая песочница Очень трогательный На березе, на ветке сидит розовый, сшитый вручную зайцу Которого оторвалось ухо И он нам рассказывал, как, значит, нужно это ухо пришить И что он тоже хотел бы быть зайчиком Потому что зайчик может прыгать и бегать А он же не может, да И что ему подарили баскетбольный мячик на детском празднике Каком-то спортивном, как приз И он бы очень хотел играть в баскетбол И мама ему говорит Все будет, всему свое время И что у него есть кошка-киса И что ей нужен шарф И как он любит Говорит очень много Да, потому что мышка завязывает шарфик котику Который в мультике Рейнер Скауперс про алфавит поет песенку Есть такой вот мультик И он действительно, у него такое мышление Как вот такой маленький-маленький принц Да, и еще что Нас поразило, что Этот маленький грибок стоит, да, возле дома Это, конечно, до слез Я говорю, вот это вот В чем заключается планета? Почему я говорила о том, что очень хочу, чтобы какие-то ответственные люди Ездили и навещали твоих детей Чтобы смотрели Вот просто такое бревнышко Воткнули в землю А на него старенький таз Я помню такие Своего еще детства Такое как эмалированный Эмалированный таз Эмалированный таз Он раскрашен шариками Это гриб Грибок, у которого играют дети Да, вот это такой вот Маленький Маркус Ему 6 лет только Когда он в школу собирается Ну, он уже умеет писать Он нам стал сразу показывать Дайте мне листик Стал писать Своё имя Маркус Маркус написал очень много раз своё имя И каждый раз нарисовал рядом солнышко Потому что любимый его рисунок Это солнышко Ну, какой трогательный Очень малыш Да, и что он ездил в Ригу Когда он ездил к доктору в Ригу Он ездил в зоопарк Его отвезли Но там не было слона Действительно, сейчас нету слона Но зато у Маши и Медведь Ему очень нравится пингвинчик Который там летит куда-то на самолете Очень трогательно она спросила А ты умеешь по-русски говорить? Очень интересно ему, да А у нас есть сосед Толик Он говорит по-русски тоже И что ты начал говорить по-русски? И какие-то английские слова Он говорит, чудесный мальчик такой Телефон 930-6383 Напоминаем уже много раз Что звоночек стоит евро 42 цента И все маленькие звонки Они соберутся обязательно в большую помощь И этот мальчик будет ходить Он обязательно будет ходить И мы все, что можем для этого Если можем помочь, мы это сделаем Ну, наша программа подходит к концу Быстро, к сожалению Наши гости два мастера праздников Скажите что-то нам такое важное Без чего мы не можем закончить эту программу Ну, пусть все взрослые, да Как вы говорили уже Вспоминают, что они когда-то были детьми Помогают детям И помогают прежде всего себе Оставаться самими собой И идти со своей главной целью Не забывают про нее Потому что очень часто, к сожалению Мы забываем о том, о чем мечтали в детстве И оборачиваясь Вспоминаем об этом иногда слишком поздно Вот пусть никому не будет поздно Пусть вы сейчас вспоминаете свои детские мечты И начинайте что-то делать, чтобы они сбывались Спасибо Берегите себя Самое главное Еще про школу экзупери забыли сказать Двух слов Вы знаете, это чудесное совпадение На прошлой неделе к нам обратились Педагоги школы экзупери Международная школа Да, и они говорят, что у нас акция Мы в конце учебного года помогаем Обычно благотворительные какие-то вещи организуем Пирожные экзупери Они договариваются с лучшими кафе и ресторанами Реально лучшими Да Что на месяц они выбирают какую-то специальную рецептуру Или какое-то свое лучшее пирожное Называют экзупери И часть денег от продажи этого пирожного Пойдет в помощь Маркусу О котором мы сегодня рассказываем Поэтому мы подробно Мы подробно вам обязательно на следующей неделе расскажем На сайте мы опубликуем Куда идти В список этих кафе кондитерских Обращайте внимание Пирожные будут разные везде Пирожное экзупери И покупайте его Супер Ну да, и придем Накупим этих пирожных Придем к вам на конце 16 июня Встречаемся в кондитерских городах Спасибо вам Всего хорошего И до следующего вторника Через неделю